Ну окей, друзья, в этом видео я покажу вам, как выполняется классическое тасование, оно же тасование overhand, overhand shuffle, да, по-английски. Итак, классическое тасование у нас выглядит вот таким вот образом, то есть тасование из руки в руку. То есть мы берем по одной карте, точнее не по одной, по несколько карт, и вот так вот просто тасуем. В этой тасовочке есть кое-какие нюансы, давайте я вам об этих нюансах сейчас расскажу. Окей, друзья, давайте с вами посмотрим все нюансы тасования из руки в руку. Итак, первым делом, когда вы начинаете осваивать эту тасовку, это тасовка база. Друзья, если вы не умеете делать всю эту базу, то советую вам научиться, и уже только потом лезть во всякие двойные подъемы, пальмирование и так далее. Итак, объясняю, как выполняется тасовка overhand, значит, она одна же тасовка из рук в руки. То есть у нас колода захватывается в руках вот таким вот образом. Обратите внимание, что один край, уголок, да, у меня лежит на указательном пальце левой руки, а она буквально вот на этой вот второй фаланге лежит. То есть вот указательный палец вот так вот обхватывает колоду. Далее, мизинец у меня подогнут. Если вы тасуете, у вас мизинец находится здесь, то я советую вам переучиваться и начинать мизинец закладывать вот сюда. Это будет дальнейшим необходимо. Итак, значит, мы берем колоду вот так вот в руки. Здесь у меня уголок на второй фаланге, мизинец здесь подогнут. Вот именно так. Вы можете его выпрямлять сюда, сюда, но он у вас должен быть вот здесь. Не надо держать его вот здесь. Итак, как выполняется сама тасовка? Я захватываю часть колоды, часть оставляется у меня в руке. И просто сбрасываю вот так вот пачками. То есть еще раз захватываю и вот так вот сбрасываю пачками. Еще раз захватываю и сбрасываю пачками. Вот такая вот самая простая тасовочка по технике исполнения. То есть классическое тасование оверхэндом. То есть обратите внимание, во время тасовки у меня пальцы никуда не деваются. Указательный там же, где я и говорил, мизинец там же, где я и говорил. Вот такое вот тасование у нас оверхэнд. Что ж, друзья, на этом все. До встречи в следующих уроках. До встречи в следующих уроках.